В эфире программа «Добрый вечер, городец» и я ее ведущая Светлана Помозова. Всем здравствуйте! Говорить мы сегодня будем об отпусках и о путешествиях. Ничего на свете лучше нету, чем бродить друзьям по белу свету. Тем, кто дружен в нестрашной тревоге, нам любые дороги дороги. Нам любые дороги дороги. Своё призвание не забудем, смех и радость мы приносим людям. Нам дворцов заманчивые своды не заменят никогда свободы. Не заменят никогда свободы. На такой позитивной ноте, которую нам создали герои мультфильма «Бременские музыканты», мы и начинаем нашу сегодняшнюю программу. И я хочу представить гостя сегодняшней программы «Добрый вечер, городец» Людмила Захарова, директор туристической фирмы «Диалог». Людмила Васильевна, здравствуйте. Здравствуйте. Людмила Васильевна, 10 лет вы работаете в этой сфере. Вот на ваш взгляд, какова сегодня ситуация в туристическом бизнесе, в туристической отрасли? Мы со всей страной. У нас кризис, такой же кризис, как во всей стране и в мире, только еще в большей степени. Потому что помимо экономических причин, которые действуют на нас, это низкая покупательная способность населения, высокий курс доллара или евро, у нас еще целая масса своих собственных. Допустим, политические отношения между странами. И мы видим, что с нашего рынка ушла Турция. Угроза терроризму, и с рынка туристического ушел Египет. Кроме того, природные катаклизмы, угроза терроризма, да, всевозможные заболевания редкие, которые сейчас вдруг проявились, лихорадка Эбола и так далее, все это не способствует развитию туризма. Поэтому у нас кризис. Но выход-то какой-то будет? Свет в тоннеле будет? Будем надеяться. Для этого нужно, конечно, безусловно, много работать. Потому что ведь неоднократно говорили о том, что кризис – это не только упадок, это еще и новые возможности. А для нашей страны это возможности вдвойне. Потому что на сегодняшний момент к нам на рынок пришли очень крупные операторы. Такие как Пегас Туристик, Библиоглобус, НТК Интурист, которые долгое время работали на зарубежном туризме. Имеют уже огромный опыт. Конечно. А теперь создают туристический продукт в нашей стране. И они привнесли с собой новые IT-технологии, грамотные кадры. А самое главное – огромный опыт работы с авиаперевозчиками, с большими объемами объектов размещения, страховыми компаниями. И этим, безусловно, нужно воспользоваться. В этом наш шанс выйти из кризиса. Людмила Васильевна, ну вот Турция и Египет ушли с рынка. То есть любимые страны отдыха, будем так говорить, для среднего туриста, где можно было экономичных, неплохо отдохнуть. Многие все равно все-таки привыкли отдыхать за рубежом. Взамен Турции, Египта, что сегодня предлагает рынок? Вы знаете, замена Турции и Египта полноценной нет и не будет. Ни по климатическим условиям, ни по материальным. Но за границей есть, пожалуйста. Даже в этом году из Нижнего Новгорода существуют вылеты во всеми любимые Грецию. Это народы, скриды на материковую Грецию. Есть Испания, есть Болгария. Ну а из Москвы осталось все остальное, кроме Турции и Египта. То есть выбор есть, были бы только деньги. Будем так говорить, что отдых будет сейчас складываться в копеечку, наверное. Отдых сейчас не будет дешевым, особенно отдых за рубежом, поскольку данный вид отдыха привязан к курсу евро и доллара, а он на сегодняшний момент высок. Поэтому я предлагаю нашим туристам, которые привыкли отдыхать за рубежом и у которых сейчас может быть небольшой бюджет, все-таки посмотреть на нашу страну. Но прежде чем поговорить о нашем внутреннем туризме, я приглашаю всех посмотреть видеофильм о городе Сочи, городе-курорте, который любим еще многими с советских времен. Недавно наша съемочная группа побывала в этом городе. Мы были там в пресс-туре по приглашению мэра города Анатолия Пахомова как победителя фестиваля «Моя провинция-2015». Итак, отправляемся в город Сочи. Известным и популярным курортом город Сочи стал после 1920 года, когда врач Сергей Юрьевич Соколов искоренил здесь малярию, после чего восстановился и климат здешних мест. До этого жить здесь было невозможно. Сочи – один из самых протяженных городов в мире. Его длина – 148 километров вдоль линии моря. Длиннее Сочи только Мехико, Латинской Америки. Население города Сочи во время туристического сезона увеличивается почти в 7 раз. Численность достигает более 2,5 миллионов человек. Сочи – неофициальная южная столица страны, ведь именно здесь находятся летние резиденции президента России. Сочи – неофициальная южная столица страны, «Ф Zurри». «Альпля», «Бережная солныя vuelка. XV — неофициальная инз Abi». «Сочи городская аргументация старый орел της президента России.?» «Альпля». «Сочи – неофициальная Syria страны, «Обра limiting меня лакуну Sandra – что персон de部ückrey экономика» «iram families интересные». «Альпроиз Hotel Карманова» «З HOLMENS» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Мы нашли частичку Нижнего Новгорода, нашу знаменитую Волгу с нашим джегородским оленем «Симон» Субтитры подогнал 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 «Симон» Ну что ж, Сочи великолепный, красивый город Несмотря на то, что нам, правда, не повезло с погодой Все три дня был дождь И температура была небольшая, плюс 6, плюс 7 Но все равно все было великолепно Город красивый, цветущий, яркий В общем, курортный Итак, мы переходим к теме нашего разговора Ну а где же можно отдохнуть в нашей стране? И вообще можно ли? Вы знаете, не то, что можно, нужно И разговор о том, где можно отдохнуть в стране Это, в принципе, наверное, не разговор о одной передаче Поэтому, наверное, может быть, кратко пробежимся Да, по маршруту Вот вы говорили о курортах Краснодарского края Это ведь не только Сочи Это еще и Анапа, Геленджик и Сочи И теперь наш российский Крым, да? Куда можно полететь? Вот на сегодняшний момент Те крупные операторы, о которых я говорила Выставили прямые перелеты В Анапу, Сочи и Симферополь И поэтому теперь мы можем туда доехать И автобусом, и по железной дороге И на самолете, и это здорово Теперь до курорта Краснодарского края Можно доехать и автобусом, и железной дорогой И самолетом, это здорово Дело в том, что на сегодняшний момент Бронирование отелей на Черноморском побережье Зашкаливает, то есть бьется все рекорды Причем не только на лето, но и на межсезонье Потому что многие пансионаты и санатории Работают круглогодично и предоставляют очень хорошее Как раз недавно информация прошла, что курорты Краснодарского края Уже на 75% выкуплены путевки Да, совершенно верно И у нас есть такое сомнение, что в мае или в июне Нам будет возможно чем-то торговать Потому что на сегодняшний момент активное, очень активное бронирование Нашего Черноморского побережья Это вот то, что можно говорить о Сочи То есть оно продвигается Оно бронируется И я думаю, что здесь он пройдет очень хорошо Но если Ну в принципе есть и другие моменты Другие места, где можно отдохнуть Можно говорить о круглогодичных экскурсионных программах Всем известно, что у нас великолепность в Санкт-Петербург Экскурсионные программы в Москве Открытка Ленинграда, наша русская Прибалтика И наконец, немного забываем, но нужно об этом обязательно вспоминать Города Золотого кольца Наша Нижегородская область, она ведь тоже есть что посмотреть И есть чем погордиться, похвастаться и показать Совершенно верно Если мы будем говорить о Нижегородской области, то я считаю, что нам вообще повезло Эта область уникальная, то что мы здесь живем Вот давайте пробежимся только по некоторым моментам Нижегородской области Во-первых, у нас есть Волга В Волге мы можем отправиться в круиз Прямо можно шагнув из двери И прямо мы уже на теплоходе И можем посещать Каму, Волгу, Аку И древнерусские города, которые на ней расположены Во-вторых, у нас есть великолепные православные святыни Нельзя не говорить о Дивееве И это возможно называть паломнический туризм У нас есть уникальное озеро Светлояр Памятники природы Мы говорим о Светлояре, потому что оно у всех на слуху И мы как бы должны его посетить Можно говорить об Олдине, куда вся страна стремится И поэтому каждый житель городецкого района, наверное, должен там тоже побывать Но я считаю, что изучать Нижегородчину нужно, конечно, с города Городца Потому что он стоит на Волге У него народно-художественные промыслы История У него историческая застройка и история И в нем живут люди, которые любят свой город и любят принимать гостей То есть есть куда поехать, есть что посмотреть Возможно, может быть, вот этот вот кризис, он как-то и повлияет, наоборот, на развитие внутреннего туризма То есть может быть, как раз и получит свое вот именно хорошее дальнейшее развитие И мы опять сейчас вернемся в город Сочи, где мы недавно побывали Но мы сейчас поедем вместе с нашей съемочной группой на Красную Поляну На горно-лыжные курорты Я, конечно, не знаю, как они выглядели до 2014 года, когда там проходила зимняя Олимпиада Но то, что мы увидели сейчас, это нас просто поразило Поэтому я предлагаю всем посмотреть видеофильм о горно-лыжных курортах Горки-город и Роза-Хутор А также отправиться в Экстрим-парк Мы с вами находимся уже достаточно в холодной такой зоне Субтропиков с побережья переместились сюда, в среднекорную часть Поэтому здесь и температура другая, вы видите, и погода другая И вот первый курорт, который вас встретил на вашем пути, это курорт под названием Горки-город Который был построен не так давно, в 2014 году Прямо накануне Олимпиады открылся этот чудесный курорт Вернее, тогда он назывался Горной медиа Олимпийской деревни Для того, чтобы здесь расположилось более 3000 человек Ваших коллег, журналистов, тележурналистов, капиталеров Которые ввели отсюда прямые трансляции И проводили рабочие встречи-совещания с гостями в своих студиях Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Во-первых, это недалеко Перелет только по России замечательный, да? Можно быстро Один день ты в Москве, в этот же день ты тут Из раз катаешься И приятно, хорошие люди Довольны очень, все хорошо Тем более погода Замечательная для катания Сравнить можно с Andorra, только здесь более крутые склоны Когда падает снег, увидимся на нуле Основные, в общем, две проблемы Ну, для начинающих в основном Плюс сегодня нужно оформлять шенген Что лететь два часа За рубли все С другими зарубежными аналогами сравнивать бессмысленно Регион катания маленький, с одной стороны Но курс евро располагает именно катание здесь Поэтому это основное Если в Европе стоит сейчас кататься вам 200 тысяч То здесь можно за 50 Если поймать какие-то хорошие предложения То можно, ребята приехали за 10 тысяч из Москвы на неделю покататься Я был первый раз 8 лет назад, когда была только еще одна трасса Там две, кажется, очереди, я точно сейчас не помню А по инстраструктуре сейчас стало получше, чем было раньше, конечно же Есть где погулять, больше сервисов в плане аренды, например Можно арендовать лыжи сноуборд более адекватного качества, нежели было раньше Но в целом, опять-таки, по сравнению с Европой, есть куда расти Субтитры сделал DimaTorzok 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 Мы открыли парк для всех, для преодоления себя Для того, чтобы человек почувствовал себя чуточку счастливее Или способен на что-то большее И кому-то для этих чувств нужно стягануть в бездну и полетать А кому-то достаточно прогуляться по этому мосту и посмотреть на других Знаменитые 8 канатов, на которых держится наш мост подвесной Подвесная тянет дальше, после того, как мы выйдем из капсулы Но на самом деле, вот эти канаты, каждый канат способен выдержать 3 таких моста конструкции Вес конструкции всего 110 тонн, а каждый канат способен выдержать 360 тонн Здесь люди регистрируются, получают билет и свои счастливые идут уже на прыжки После прыжков они сюда возвращаются, мы каждый прыжок записываем в камеру, видео и фото Они смотрят здесь свои фото-видеопрыжки и уже покупают медиападки Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Отлично! Антон вообще! Отлично! Впечатление хорошее! В общем, что сказать? Заново родился! Что сказать? Заново родился? Почему? Я думал, что эти качели сейчас мы просто вот так вот по тросу прокатимся, а там с высоты вниз... Это надо пробовать, это не передать качели Ну а второй раз пошел бы, Антон? А? Второй раз пошел бы, да? Знаешь, я хотела сказать, это, конечно, может быть, ребятам не понять бы, да? Словно рождение первенца, вот сначала глаза вытрощило, да? А потом облегчение, и понимаешь, что такое счастье, свобода, и что-то ты приобрел Вот это у меня такое вот чисто женское впечатление произошло Вот, отлично! Антон, с первыми родами тебя! Приезжайте и прыгайте, летяйте Как говорит Эйджи Хакет, каждый день делает то, что заставляет почувствовать себя живым И неважно, ходите вы по мосту, наслаждаетесь этим нереально красивыми видами или прыгаете Главное, чтобы вы были счастливыми Это некая эмоция, некая частичка счастья Ну вот, посмотрели видеофильм, конечно, Конечно, все круто, да? То есть, вообще, прямо как Европа Ощущение такое, что настоящая Европа Вы знаете, да, лето пройдет, зима все в любом случае наступит И у многих зима ассоциируется с горными лыжами И если сейчас у людей нет денег, чтобы поехать на горнолыжные курорты Франции, Италии или Австрии Пожалуйста, у нас есть Наши Сочи Да, наши Сочи Но не нужно забывать, что у нас есть еще и Урал У нас есть Эльбрус и Домбай Это все наши курорты И сейчас, в принципе, нет никаких причин Не поехать на горнолыжные курорты Грузии И Ривана, в принципе, вот Там тоже сейчас создают инфраструктуру неплохую, хорошую Совершенно верно И до марта месяца можно кататься в нашей стране И в странах СНГ наших соседей На горных лыжах И сэкономить на этом Немного сэкономить, безусловно Людмила Васильевна Ну, сейчас в последнее время еще стал пользоваться Такой вид туризма, где сочетается туризм плюс лечение То есть спросом стал тоже пользоваться Люди хотят и отдохнуть, и получить какое-то лечение Вот у нас все-таки в России тоже это начинает развиваться? Безусловно И я хочу сказать о том, что и в Нижегородской области У нас все есть, да, известные санатории Но если уже говорить о лечении Прямо о лечении, да То нужно вспомнить наш знаменитый уникальный курорт Минеральные воды, да С центрами в городах Пятигорск, Кисловодск, Синтуки, Железноводск Сейчас он меняется Реновируется старый санаторий Строится новый И отдохнуть можно на разный кошелек, да До самых высоких цен, какие существуют Вот, и действительно, если мы будем говорить о Сочи Поскольку мы сегодня много говорим об этом курорте Я еще раз хочу сказать, что в Межседоне и Зимой Там бронируют большое количество отелей, пансионатов и санаторий Потому что они работают на круглогодичных оздоровительных программах Для молодежи, для пожилых людей Для людей с определенными заболеваниями Можно просто нервы полечить и так далее То есть Сочи в этом плане еще раз уникальный курорт Ну и в продолжении как раз разговора о Сочи, о курортах Сейчас мы опять отправляемся в Сочи На этот раз в санаторно-курортный комплекс «Аквалоу» Недалеко от Сочи, в стороне Цветы Расположился санаторно-курортный комплекс «Аквалоу» Курортный сезон здесь длится круглый год Мы были в марте и, надо заметить, народу было предостаточно А в разгар сезона здесь одновременно могут отдыхать до трех тысяч гостей И, поверьте, нос к носу сталкиваться не будут В «Аквалоу» есть куда пойти, чем заняться и что посмотреть Первое, что поражает территорию комплекса – огромное Ее благоустройство хорошо продумано В самых неожиданных местах красивой беседки Кругом цветы, удобные спуски, подъемы дорожки Почти что живые хищники выглядывают из кустов Добрые, покладистые, даже можно погладить Много детских и открытых спортивных площадок А еще в «Аквалоу» какой-то особенный воздух Наполненный запахами моря, цветов, радостью и беззаботностью Чтобы просто прогуляться по территории комплекса, часа не хватит А какие красивые названия корпусов Янтарный, хрустальный, морской, жемчужный Всего их восемь Номерной фонд на любой вкус и кошелек От стандартных и семейных домиков на 4 человека До номеров повышенной комфортности, суперлюксов и апартаментов Кстати, везде и на территории в номерах бесплатный Wi-Fi Приятно удивила организация питания, ресторанов и кафе множество Шведский стол, разнообразный сорцеменблюд Очень вкусно все приготовлено А главное, все наше, русское Вот тебе вареньки с картошкой, щи со свининкой, каши гречневые или котлетки пожарские К чаю пирожки с мясом, с повидлом Ну а чтобы вообще все было хорошо На обед и ужин пиво из своей пивоварни Или бокальчик краснодарского вина Бесплатно Погуляв по территории Аквалоу, поверьте, все обойти не смогли Решили прогуляться к морю Оно в метрах пятистах от центральной части комплекса С погодой нам, правда, не повезло Нахлынувшие дождь и сильный ветер не дали нам возможности насладиться морской прогулкой А море было так близко И так манило, завораживало своей бесконечностью Представляю, как здесь летом Прекрасный пляж, зонтики, кафешки, ресторанчики Запах кофе, музыка по всему побережью Но даже несмотря на непогоду Мы нашли, чем себя занять в Аквалоу Субтитры сделал DimaTorzok В нашем комплексе Аквалоу Есть такие услуги Как тренажерный зал И он пользуется популярностью Среди отдыхающих, которые здесь у нас отдыхают Мы составляем и программы Тренировочные и программы по питанию У нас здесь проходят соревнования По волейболу, по баскетболу По бомбинтону, большой теннис Маленький теннис Здесь все включено Также у нас есть детские мероприятия Мы крутим мультики Также есть и спортивные мероприятия для деток Мини-дискотеки Детки, родители могут заниматься Вот в нашем тренажерном зале А детская комната находится рядом Где ими занимаются воспитатели и тренера Приезжайте к нам в комплекс Аквалоу Мы будем рады вас видеть Работать с вами с удовольствием Редактор субтитров А.Семкин Мы разводим крокодилов И не только крокодилов Также у нас есть и бетоны, и удавы И различные пауки, птицееды Попугаи, обезьяны И много разных интересных животных После посещения не все живые выходят? Конечно, все выходят живые И самое главное выходят счастливые и довольные Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова У нас комплекс Аквалоу Это клинический санаторно-курортный комплекс Мы круглогодично готовы принимать и принимаем гостей По основным направлениям Заболеваниями Опорно-двигательной системы, нервной системы, сердечно-сосудистой системы Также органов пищеварения У нас на территории Имеется наш собственный питьевой бювет В дополнение ко всем основным отделениям, которые должны быть на базе санатория В том числе круглогодично мы принимаем наших гостей По двум основным программам Это антистресс для работающих людей И серебряный возраст Это уже для лиц пенсионного возраста Эти программы работают круглосуточно Разработаны нашими специалистами Сюда входят и физиопроцедуры, и грязевые, грязелечебница, массаж В общем, весь комплекс процедур То есть у нас имеется и диагностическая база, и лечебная В том числе и с грязелечебницей, и с бюветом на территории Это все входит в стоимость наших лечебных путевок Средняя стоимость путевки вот так вот, или с лечебной целью? 1600-1550 в зиму, в зависимости от... Это в день В день, да И количество дней, это определяет сам человек или есть... Мы рекомендуем от 12 дней Хотя, если наши гости приезжают и от 5 дней У нас разработаны и короткие, и тоже такие программки Для всей семьи у нас есть программа Грация, также антистресс и расти здоровым То есть мы вот под мама, папа и ребенок у нас могут получить программу Даже прибыв к нам на короткие сроки Прибывая Ну вот, все-таки вот это лечение, это и здесь и лечение, и отдых Он прежде все-таки рассчитан на какую семью? Стас с высоким достатком, с средним достатком? Я считаю, что наш отдых доступен и рассчитан на гостей, на людей с не очень высоким достатком Он достаточно доступный по цене То есть все-таки в эту зиму у нас было 1550 Уже с лечением, я считаю, что эта цена достаточно приемлемая Что приезжайте? Пожалуйста, приезжайте, ждем, рады будет видеть всех Сочи сегодня является лучшим курортом однозначно Я очень уважаю здравницы Крыма Но на сегодняшний момент инфраструктура Сочи Благодаря правительству поднята на более высокий уровень И люди, которые любят сервис, они поедут в Сочи Мы всех приглашаем в АквалаОн для того, чтобы люди посмотрели на уровень сервиса Который будет предоставлен у нас Что мы включили в наш пакет? Все, что есть хорошее в комплексе АквалаОн Все входит в пользование при покупке данной путевки Самый главный момент Мы усилили систему питания Теперь у нас с 8 утра до 20.00, как в Турции Непрерывное питание на всей территории Что мы увеличили еще? Мы, конечно же, добавили детские клубы для наших детей Детские клубы будут работать для 4 направлений деток Это от 2 до 4 лет, от 4 до 7, от 7 до 12, от 12 до 16 лет Сейчас такой пакет все включено на человека Стоит 2500 рублей Повторюсь, что туда входит вся услуга Начиная от аквапарка, заканчивая крокодилами, буллингами И всем остальным, что я вам переразно называла В летний сезон цена пакета будет 4000 в июне и в сентябре И в июле и в августе это будет 4800 с человека в сутки На нашем официальном сайте www.tru.ru вы можете всегда зайти Там написаны адреса агентства в каждом городе Где вы можете купить и билет на самолет С нами в программе участвует Уральская авиалиния Которая возит наших гостей сюда непосредственно Заказать путевку и позвонив нам Мы предоставляем в этом пакете Также трансфер по встрече И по проводам в аэропорт Ну как раз вот то, что мы говорили Мы сейчас и посмотрели То есть как может в одном комплексе сочетаться и отдых И санаторное лечение Людмила Васильевна, ну вот уже подводя к концу нашего разговора И все-таки какие вы советы можете дать отпускникам, путешественникам Ну чтобы где-то сэкономить На чем-то, как это сэкономить Как лучше правильно и выгодно заказать тур Безусловно, мы ведь и начали свою передачу с того, что у нас кризис А кризис это в принципе у людей нет много денег Раз у людей нет много денег, отдыхать хочется и нужно отдыхать Нужно обязательно экономить Ну что я могу сказать? Кто ходит в отпуск в декабре, в январе и в феврале Тот поступает мудро Что я хочу этим сказать? Ну допустим люди хотят в Европу, да? Они хотят в рождественскую, новогоднюю Европу Они хотят посмотреть Париж, Лондон, Рим, Барселону Это правильное желание, а денег нет Ну что ж, дорогие друзья, вам нужно ехать в зимнюю Европу Потому что в ней есть все то, что есть и в летней Европе Но плюс это самые низкие авиационные тарифы на билеты Это самые низкие цены на отели Это самые большие распродажи Женщины меня поймут То есть возможность еще и шоппинг совершить И наконец, там нет большого количества туристов На той же самой площади Святого Марка, Венеции Можно гулять, а не просто стоять Как если бы вы приехали до лета Новогодняя Европа, это нечто Она красивая, она недорогая Мы исключаем католические праздники, Новый год Это естественно, да? Мы берем декабрь, февраль и вторую половину января Поэтому вот, пожалуйста Это вот одна экономия, да? Да, если вы хотите в экскурсионную туру по Европе Берите зиму, ничего страшного нет Все там очень хорошо и замечательно Если у вас нет возможности отдыхать зимой У вас летние отпускают У вас дети, которых необходимо вывезти на море Существует акция раннего бронирования Берите, бронируйте туры сейчас на море Что на наш Краснодарский край Крым, что в Греции То есть это февраль-март, да? Это февраль-март и часть апреля То есть акция стоит из трех этапов Самые дешевые туры в феврале Немножко поднимаются в марте Немножко поднимаются в апрель Потом наступают базовые цены Акция действует Она действенная, она действительно дает возможность Экономить для целой семьи Если у вас нет возможности планировать отдых заранее Такая ситуация ведь тоже есть, да? То есть люди готовы выехать в любой момент Для вас подадут спецпредложение Или как раньше их называли, горящие туры Правда, эта акция уже уходит Но если задастся целью Задастся целью То можно найти спецпредложение и отдохнуть Ну и наконец кредиты Сейчас любое туристическое агентство кредитует И если у вас не хватает 20-30 тысяч Пожалуйста, приходите в агентство У нас заключены В рассрочку или с банком В рассрочку с банком У нас заключены договора И эти 30 тысяч вам даст банк Ну под невысокие проценты Возможности отдыхать есть Нужно поставить перед собой такую цель И тогда все у вас получится Людмила Васильевна, спасибо Я напомню, что мы сегодня В нашей студии Добрый вечер, городец Разговаривали с Людмилой Захаровой Директором туристической фирмы «Диалог» Об отпусках и путешествиях И я что хочу сказать Путешествуйте по России, она прекрасна Всего доброго, увидимся Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин»